Добрый день. Только что вам рассказали представители другой фракции, что принято решение о бессрочной приватизации. Конечно, ситуация выглядит крайне интересно. Ровно две недели назад, в пятницу, в Государственной Думе нам рассказывали, почему приватизацию нельзя даже на один год продлить для всех категорий граждан. Звучали аргументы, мы все читали заключения правительства, где рассказывали, какие негативные последствия будут. И ровно через неделю, ссылаясь якобы на просьбы избирателей во время встреч, ситуация меняется кардинально на противоположную. Теперь оказывается принято решение сделать ее бессрочной для всех категорий граждан. ЛДПР поддержит этот законопроект. Ровно год назад нам отклонили такую же инициативу, ссылаясь все на те же негативные последствия и для рынка, и для граждан. И вообще звучали призывы отказываться от приватизации, потому что необходимо платить сборы на капитальный ремонт, а это сегодня достаточно накладные суммы. Но самое интересное, что партия власти, объясняя свой такой маневр, который они совершили, совершенно не говорят, кто автор-то всего этого. Оказывается, есть поручение президента. То есть президент дал отмашку, ситуация изменилась. Так же, как и президент дал отмашку тогда, поставил задачу, и правительство нашло деньги на то, чтобы выплатить 5 тысяч в этом году всем пенсионерам. И по линии пенсионного фонда, и пенсионерам, которые получают пенсию по линии силовых ведомств. То есть у нас страна с ручным управлением. Президент скажет, завтра определят статус «дети войны». Сегодня правительство рассказывает, почему это сделать нельзя. Завтра президент скажет, отменят транспортный налог, несмотря на то, что губернаторы правительства рассказывают нам сегодня, почему этого сделать нельзя и почему это опасно. Поэтому мы все-таки надеемся, и все встречи, на которых присутствует наш лидер, где встречается с президентом, либо в личном качестве, либо на госсовете, мы наши предложения, наши идеи передаем, которые выработаны в ЛДПР, и со временем они начинают работать. Также несколько лет назад мы внесли проект закона о том, чтобы отменить внутрироссийский сетевой роуминг. Сначала нам сказали, этого делать нельзя, потом нас поддержало правительство Минсвязи, потом они свою позицию скорректировали, но публично заявили, что благодаря фракции ЛДПР, Большая Тройка и другие операторы, они и так предложили уже отдельные пакеты, которые позволяют экономить нашим гражданам, когда они перемещаются из субъекта в субъект. Но мы все-таки настаивали на том, чтобы вообще убрать такое понятие, как внутрироссийский сетевой роуминг, и, в пример, приводили европейские страны, сейчас вообще хотят сделать весь Евросоюз одной зоной тарифной, или Америка, где звонок, например, по Нью-Йорку или из Нью-Йорка в Майами, из Нью-Йорка в Сан-Франциско одинаково тарифицируется. Но нам опять говорили про то, что якобы все это может привести к удорожанию для граждан стоимости мобильной связи. Теперь, оказывается, нет. Федеральная антимонопольная служба говорит о том, что все это неверное беспокойство, никаких удорожаний не будет, все нормально. И со временем мы от темы внутрироссийского роуминга откажемся. Опять эта тема стала актуальной, и операторы уже готовы отказаться от внутрироссийского сетевого роуминга. Вывод какой? Все мы делаем, но делаем с опозданием. 5, 10, 15, 20 лет. ЛДПР является неким генератором, катализатором и импульсом в принятии решений. Надо слушать ЛДПР. Еще несколько комментариев. Вот вчера скандал с очередным внедорожником. Молодой человек снимал на камеру, как автомобиль двигался по тротуару. ГИБДД начало проверку. Чем проверка закончится? Во-первых, в соответствии с правилами дорожного движения, есть основания для автомобиля находиться на тротуаре при определенных условиях. То есть, либо проверка закончится ничем, либо максимум административный штраф 2,5 тысячи рублей. При этом никого не удивляет та абсурдная ситуация, которая создана в Москве. Вот движение по тротуару, это очевидная общественная опасность, оно наказывается, такое противоправное действие, оно наказывается легче, то есть, 2,5 тысячи административный штраф, меньше, чем когда автомобиль просто стоит на тротуаре, тогда 3 тысячи. И это сделали кто? Депутаты Государственной Думы. Потому что приняли повышенные штрафы для Москвы и Санкт-Петербурга, которые абсолютно нелогичны в правом понимании. Ну вот, сделано это было специально в интересах правительства Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы активнее наполнялись бюджеты. И то, что пытается в этой ситуации как-то привлечь к ответственности или в негативном плане выставить руководителя Ленкома, в данном случае он пассажир, он никакой ответственности не несет. Отдельно, может быть, его неприличные высказывания могут содержать, отдельные признаки правонарушения, например, оскорбления. Но в целом вся ответственность на водителей. И мы посмотрим, чем закончится эта ситуация. При этом никого не удивляет ситуация, когда вчера замерзла бабушка, там, 83-летняя в Щелковском районе. Она лежала в больнице, вышла ночью погулять. Куда смотрел охранник, непонятно. Нянечке, непонятно. Вышла, упала и замерзла, потому что подняться не смогла. А до этого инвалид-колясочник приехал в учреждение социального назначения и не мог достучаться, замерз на улице. Это не обсуждает. Вот обсуждает на 100 Тимур с Амуром, там, тигр и козел, то, что пусть говорят, то еще какую-нибудь ерунду. А серьезные вещи, когда гибнут люди или собаки загрызают, это оставляют без внимания. И то, что касается всех нас. Сегодня общественная организация, которая объединяет производителей молока, выразила обеспокоенность, что возможно подорожание цен на молоко, нехватка продуктов. Мы разделяем эту обеспокоенность, потому что у нас Министерство сельского хозяйства принимает решение, а потом начинает анализировать негативные последствия. Мы уже высказались в Россельхознадзоре, что якобы это все пиар, никакого беспокойства здесь проявлять не надо. А знаете, почему не надо? Потому что богатые будут пить молоко и молочную продукцию употреблять с частных ферм. Они сегодня есть и в Подмосковье, и в ближайших регионах, там, Калужская, Рязанская, Брянская область. А те, кто это не сможет, будут пить порошковое молоко. То есть опять освобождают рынок для порошкового молока. Лет 10 назад мы были в Белгороде, где супруга бывшего мэра Москвы Батурина открыла большую ферму. Выращивали они коров, производили молоко. Вы думаете, куда вся эта молочная продукция шла? На российский рынок? Нет, в Германию. А из Германии привозили порошок. Здесь размешивали и продавали. А потом иногда пробросы делают. То сыр у нас практически весь какой-то непонятного качества, на сыр не похож, то в молоке мел обнаруживают. А наш производитель не может выйти на рынок, потому что его душат наши чиновники проверками своими, разными заградительными приборами, нормативными правовыми актами, которые стопорят возможность попадания на российский рынок. И наоборот освобождают место для того, чтобы импортная некачественная продукция попадала на прилавки. Вот это политика импортозамещения. Это политика поддержки нашего сельхозпроизводителя. О чем все говорят, но на деле мы знаем, как все обстоит по-другому. Встречались мы с производителями мяса и молока, они говорят, но замучили проверками, и мы не можем выйти на рынок. Либо перекупщики по низким ценам заставляют отдавать, и потом они перепродают, либо невозможно продать, потому что одни сети, в сети попасть невозможно. Рынки все закрывают. Поэтому ЛДПР говорит, оставьте в покое рынки, не трогайте и помогайте действительно сельхозпроизводителям. Они так, создали Росельхозбанк, кредит взять невозможно, потому что нет обеспечительной меры. Проверками замучили, заставляют регистрироваться как индивидуальный предприниматель. Мы ездили по Брянской области, подходит женщина, говорит, меня заставляют регистрироваться как индивидуальный предприниматель. У меня там несколько коров, там свое хозяйство. Я умею доить и умею делать молочную продукцию, которую наши жители здесь покупают. Мне не нужна эта бумажка, что я индивидуальный предприниматель. Но оставьте его в покое, не мучайте. Нет, говорят, вы будете, если так продолжать, будем вас штрафовать. Но разве это государственный подход? Конечно, нет. То есть нас заставляют специально травиться поддельными дорогими лекарствами, как гомеопатия. Столько лет, оказывается, нам врачи прописывали эти лекарства, говоря о том, что они помогут. Теперь это все оказывается абсолютно научно необоснованное лекарство, никому не нужное, никому не помогающее. Зачем прописывали, спрашиваются. И заставляют употреблять пищу плохого качества. То есть делают все, чтобы люди болели, быстрее умирали. Тогда экономят пенсионный фонд. Экономят пенсионный фонд, меньше надо денег направлять из федерального бюджета. Отличная социальная такая политика в нашей стране. Спасибо. Буквально два тезиса, добавление к тому, что Ярослав Евгеньевич сказал. Но первый и вопиющий случай вчера произошел. Там, где не должно быть никакой политики и хамства, а только рыцарское поведение, на чемпионате мира по биатлону, французский спортсмен Мартен Фуркад сначала подсечку сделал нашему спортсмену, а в последующем очень по спортивному повел себя на церемонии награждения. Уже не первая выходка Мартена Фуркада в отношении российских спортсменов, биатлонистов, в том числе в отношении тех, которые никак не замешали себя в каких-то допинговых скандалах или околоспортивных скандалах. Поэтому будет разумно, наверное, Мартену Фуркаду получше узнать русских, их характер, их душу, культуру, обычаи. Поэтому ЛДПР приглашает Мартена Фуркада в Москву, может быть, 31 марта, в день взятия Парижа. Купим ему билеты в Бородинскую панораму, пускай он посмотрит музей войны 12-го года и на ярком примере убедиться, что бывает с теми, кто встает на пути у русских. Второй момент, на который необходимо обратить внимание, бить во все колокола, в том числе в зале пленарных заседаний, появилась очень опасная забава у нашей молодежи. За цепером и джампером добавилась такая забава, как «беги или умри», набирающая обороты, где молодой человек или девушка должна заснять на видео, как она в непосредственной близости на опасном расстоянии перебегает дорогу движущимся автомобилю. Мы знаем, что детский омбудсмен уже отреагировал определенным образом, но надо нам эту дискуссию продолжить как можно быстрее на площадке Государственной Думы. Возможно, дать уже сегодня протокольное поручение и Комитету по делам семьи и детей, Комитету по информационной политике и, конечно, по безопасности, для того, чтобы они предприняли какие-то меры, рекомендации общественным организациям, образовательным учреждениям для профилактики вот подобной очень опасной для жизни и здоровья наших детей забавы. Спасибо. Продолжение следует...